Вот так Для жителей поселка Казмодемьянск колодец словно важный стратегический объект В населенном пункте нет ни электричества, ни воды Пенсионерка Нина Кораблева колодцу ходит несколько раз в день Признается, устает сильно, но делать нечего Без воды жить невозможно Не помыться, не приготовить, не помыть посуду Не просто и без света Вчера нам дали с 8 утра и в 12 ночи вчера А сегодня вот немножко опять выключили Значит где-то провода опять Вот уже третий день, свечи в квартире Нины Кораблевой незаменимая вещь Вечером комнаты освещаются только с помощью них Не работает ни телевизор, ни радио Соседки Нины Кораблевой в таких условиях сложнее вдвойне На руках маленький ребенок Мы уехали к бабушке, потому что мы сидим без света, без отопления У нас маленький ребенок Без электричества остались школа, техникум, магазины И другие важные социальные объекты Детский сад «Березка» в понедельник не работал Вчера и сегодня принимает детей Но группы заполняются только наполовину В принципе завтра мы прекращаем, наверное, свою работу Потому что нам не помыть посуду И детей принимать в холодные группы мы не можем Потому что нет воды Соответственно не работает котельная наша И дети будут, то есть, наверное, будут отправлены домой В лечебном учреждении поселка сегодня весь день работает электрик Включить в помещение свет удалось только с помощью генератора Который работает на бензине Сколько еще проведет здесь времени, Владимир Колесов не знает Наверное, из-за снега, налипания на проводах Короче говоря, нет питания здесь Ситуацию в поселке Казмодемьянск, как и в других населенных пунктах Ярославского района Пытаются исправить Свои комментарии дала глава района Сегодня у нас по территории, в общем-то, объявлено всем службам Они все находятся на рабочих местах Работают управляющие компании И у них, значит, повышенный режим объявлен Работают жилищно-коммунальное хозяйство Заволжья И вот сети рысовские Если будет еще ухудшение, значит, будем поднимать даже жителей территорий Обещания даны, их исполнение жители поселка увидят в своих квартирах По крайней мере, пострадавшим от стихии хочется в это верить Георгий Колчин, Сергей Ватин, День в событиях